всем привет с вами алекс канал бердлаб сегодня говорим о главных и землетрясениях как обычно включаем наш кинотеатр и смотрим что происходило на солнце начнем с этого видно на 9 часах здесь активность была на 6 смели такой поток и вот смотрите час-два здесь как раз направляется плазма на довольно-таки разогретая но все это не в сторону нашей планеты еще прикольно видно движение звезд то есть можно обратить внимание с какой скоростью передвигается наше светило так но теперь давайте посмотрим последний кадр но такой правильный крест на практически как его назвать антоновский крест или смотрим теперь что у нас по событиям на солнце успокоилась наше солнышко видно что в зеленой зоне было больше части но вот периодически происходят сполохи максимально за 24 часа вот доходило до c2 и 32 вероятности понизились 99 процентов для c м класса 40 процентов вспышки и x класса 10 процентов из активных зон мы видим 33 15 она бордового цвета и какая-то зона с прочерком которая тоже дает вспышки c ну наверно она просто подворачиваться либо вот ей уже дали номер 33 20 этой зоне что все будет делать теперь давайте посмотрим что у нас по зону вверх большое количество да мы видим по нас и пола здесь очень много 33 15 вот самая крупная зона она и бордового цвета была но 33 19 тоже потихонечку разрастается потом такой период относительно спокойствие мы видим 33 20 еще зона всего на 63 5 на в 11 активных зонах то есть видно количество большое в 33 15 у нас получается 26 активных зон так реклама мешает уже съемки проводить давайте посмотрим что да вот скорее всего вот здесь вот в этом диапазоне осуществить какой здесь четкий протуберанец красивый в этом излучении получается просто супер давайте глянем что у нас по дырам сейчас осмотрите какую хмылку делает солнышко да вот этот протуберанец такой красивый здесь наблюдается это южная здесь дыра пытается сформироваться но недалеко от экватора здесь как бы глаз вот можно увидеть тоже дырочку но пока что они еще не повернулись ожидается что они еще больше разрастутся посмотрим на ближайшие дни давайте сейчас заценим геомагнитную обстановку все в салатовый зоди все хорошо по прогнозу от ожидается возмущение до четверочки сегодня ночью но принципе магнитной бури это рассматривать не стоит просто как с полох определенные давайте посмотрим на вулкана не изменилось их общее количество так и остается у нас 48 активных вулканов сейчас но давайте почитаем что из интересного пишут мирапи там извержение вот здесь вот в индонезии затем или левату тоже вот здесь на острове лимбата здесь где-то 2223 метра над уровнем моря выброс сегодня 29 мая потом в сальвадоре вот здесь вот сан-мигель вот сан-мигель сальвадоре 27 мая там на 700 метров над вершиной был выброс пепла еще что интересно вот опубликовали такую статью где изучали признаки приближающиеся взрыва вулкана но это является сдувание почвы происходящие за повышение давления внутри вулкана и истечения газов но в общем-то считается что это не простой способ предсказать потому что для этого нужны приборы локально но газа газовые детекторы вот еще бывают случаи когда вулканы спавшие десятилетия могут пробудиться как вот было с вулканом кальбука на территории чили в апреле 2015 года он спал 40 лет или вулкан волк на головопогорских островах тоже кстати 2015 году после тридцати трех лет отдыха но видите практически одномоментно и примерно в одной зоне вот это все находится здесь вот рядом с южной америкой до счет вулкан ринкон до лавьеха там столб водяного пара поднялся на васанту три километра над кратером что довольно так ощутимо давайте теперь перейдем к рассмотру сейсмической активности по американской базе данных за последнюю неделю мы видим 59 крупных землетрясений при норме 50 но тут чуть-чуть выше нормы за последние дни мы видим вот здесь вот в южной америке на севере причем сайте они все где-то в районе 150 километров вот располагаются там букамаранга зона на западе тихого океана тоже здесь вот восточной индии мы видим и вот кстати по вторное вот здесь вот недалеко от антарктиды на юге тихого океана землетрясения ну давайте теперь посмотрим европейскую базу да да еще вот что происходило сильное землетрясение в японии происходило поздним вечером 26 мая предупреждение о цунами не поступало магнитуда была 6 и 2 но глубина была 50 километров поэтому никакого цунами там невозможно но ощутили ощущали в японии довольно хорошо в целом сейчас мы видим что и на сахалине вот как раз карт криптограф пишет комментарий неплохо потрясло на сахалине вчера ночью но это было как раз вот в пятницу и мы видим что к вечеру в пятницу еще и японию потрясло так вот давайте теперь глянем что у нас здесь у свальборда у норвегов у нас мы отмечали что у них последнее время не спокойно вот опять 4 9 на глубине 10 километров 44 на глубине 10 километров ну и такое солидное количество троечек тоже на глубине 10 километров кстати нас в альборде отлично видно как вот ледники формируют здесь как бы горные хребты да вот видно вот раз ледничок сюда ледничок вот и здесь даже можно увидеть еще остатки ледников вот смотрите вот эта бухточка да а вот здесь вот ледник вот сюда вот идет вот видите поднимается либо вот здесь ледник да вот сюда вот заходил точнее спускался отсюда ледник вот вот кстати знаете в бухте еще есть ледник вот вот здесь вот можно тоже посмотреть с этой стороны здесь ледники тоже там такая же система вот здесь вот такие же системы, да, здесь еще ледовая плата, такой же как в Ринландии, потому что сюда Гальстрим толком не доходит, он хорошо доходит вот сюда, на западную часть, на южную часть острова Свальборт. Вот такая небольшая экскурсия к Норвегам мы сделали на Азорских островах, тут какая-то мелкая сейсмичность 2.0 на глубине 5 километров, вот у нас в районе Канар, кстати, не меняется ситуация, то же самое Испания, Гибралтар, успокоилась наконец-то Франция, тоже прям волнения какие-то вызывала, но вот зато Австрия подсоединяется 2.9 на глубине 2 километра на границе с Венгрией, и, кстати, вот запад Рамонии опять 3.3 на глубине 5 километров и 2.6 на глубине 75 километров. Обратите внимание на активность вот здесь, в восточном среде Зенноморья, четко видно, что она повышенная сейчас, вот, начиная от Сицилии, где на востоке Сицилии, вот 4.0 на глубине 6 километров, здесь целая серия, вот к югу от Мальты здесь продолжается 3.0 на глубине 10 километров, вот около Крита, Албания, здесь вот запад Турции, смотрите, у Стамбула прямо рядом 2.1 на глубине 5 километров, и в Черном море 2.6 на глубине 10 километров. У Кипра неспокойно, и на юг, кстати, вот от Кипра, смотрите, здесь 2.4 на глубине 30 километров, здесь видите, какой-то подводный вулкан, прям такая гора, четко видна, вот обособленная напротив Египта. Ну и вот эта вот семерка, так и отчетливо, и сейчас наблюдается, вот здесь вот 3.8 на глубине 2 километра, то есть у Антакии вот эти вот толчки, скорее всего, ощущаются, по крайней мере, на высоких этажах. На северо-западе Ирана опять 4.1 на глубине 2 километра, то есть ничего не меняется в регионе, и опять у нас в Дагестане, далеко от Махачкалы, 3.5 на глубине 10 километров. Ну давайте почитаем комментарии, что происходило. Сандерсом Хантер и Харьков Энриджин пишут вчера вечером, то есть это получается в пятницу, зафиксировали в Полтавской области магнитуды 3.7 на глубине 7 километров землетрясения. Вот так вот, видите, так что вот эти события, которые были в Беларуси, скорее всего, они реально происходили. Алексей на прошлой неделе. Алексей Покровский пишет, Алекс, спасибо, благодарю вас. Кирилл Ромов пишет, спасибо за видео, почти каждый день смотрю ваши ролики. Очень приятно получить такой комментарий. Благодарю вас. Колдор пишет, я тоже из Туапсе. Раньше были землетрясения, иногда вполне себе заметные, но скажем так, это были одиночные толчки. А в этом году, примерно середина мая, толчки идут регулярно. Вчера поставлен рекорд, 4 землетрясения в одну ночь. Коллеги говорят, что утром в 4 утра был пятый толчок, слабый, но я не чувствовал и про него не пишут. И вот Воронеж тоже пишет, да, я с Туапсе, потрясло нас хорошо. Роман пишет, спасибо вам за труд, успехов вам в деятельности. Спасибо, ребята, за ваши комментарии. Ну, а мы идем дальше, дальше идем мы теперь в Восточную Индию. Здесь, кстати, видно, что хорошо, что здесь своя система такая сейсмическая, да, со стороны Китая, здесь 4,4 на глубине 10 километров, и Восточную Индию, 4,4, 4,8 на глубине 10 километров, и чуть южнее, здесь 3,6 на глубине 10 километров, недалеко от Мьянмы, тряхануть здесь может очень хорошо. 4,0, здесь в центре Тибета на глубине 10 километров, Афганистан, здесь 4,7 на глубине, 54 километра, есть и глубокие, 5,2 на глубине 222 километра, и 4,3 на глубине 172 километра, и опять в Таджикистане 4,2 на глубине 127 километров, давайте посмотрим, смотрите, прямо рядом с Орецким озером, прямо вот, получается, 10 километров от него, 10,20, так вот, километров, это ощутимо, то есть там потряхивает, потряхивает, и стеночки потихонечку там, судя по всему, разрушаются, так, смотрим, о Бурятии, скорее всего, 3,7 на глубине 10 километров, вот, юго-западной оконечности Байкала, но вот и Сахалин, смотрите, 4,8 на глубине 10 километров, уже в северной части, и, видите, глубины уже небольшие, уже не сверхглубокие, как вот здесь вот, в восточной части происходит, так что, непонятно, что здесь готовят, 4,2 на глубине 10 километров, южной Курилы, на востоке Камчатки, 4,4 на глубине 51 километр, 4,2 на глубине 80 километров, и на самом материке, 3,9 на глубине 80 километров, ну, давайте теперь пойдем, ну, вот у Японии здесь, как раз серия, да, у Токио после шестерки, здесь еще 4,4 на глубине 52 километра, примерно одинаковая, глубина 3,6 на глубине 30 километров, да, и ближе к Токио 3,5 на глубине 70 километров, так, здесь 4,8 на глубине 10 километров, сюда, кстати, идет этот Тайфун, будем смотреть влияние Тайфуна на сейсмичность, вот такая вот задача на эту неделю, так, давайте Северная Филиппина, 4,5 на глубине 10 километров, Южная Филиппина, немножко притихли, кстати, одни троечки здесь, зато Целебское море, здесь сверх глубокое, 4,5 на глубине 521 километр, смотрите, какая серия здесь, на Сулавесе, 4,0 на глубине 10 километров, так, недалеко, кстати, от города Паалу, где, вот, помните, там, телевизионная вышка каталась, разжижение почвы, так называемое, было, и вот здесь вот такая серия, и получается, две четверки, и где-то, пять троек, и двойки там есть, то есть, посмотрим тоже, что-то интересное будет событие, если опять там будет кататься, так, на Суматре мелкая, сейсмичность, в основном, троечки, причем рассеянный, такой диффузный, несистемный характер, носят, 4,0 в районе Флореса, на глубине 106 километров, у Тимора, как-то тихо, в Морибанде, 5,2 на глубине 147 километров, большую часть Папуа молчит, это за последние двое суток, Новая Британия, 140 километров, здесь 4,4, 105 и 4,4, 107, обратите внимание, что преимущественно сейчас, не мелкие землетрясения, а вот средней глубины, 3,0 на глубине 10 километров на севере Австралии, и у Мельбурна прям 3,6 на глубине 5 километров, так что вот здесь в Австралии по всем фронтам, говорится, во всех местах есть сейсмичность, так, все исчезло, все исчезло, поэтому нам надо перезагрузиться, так, Европа очень капризная, карты, так, ну вот почему-то тонко здесь молчит, не знаю, как-то затихло, у Тонуату 5,2 на глубине 60 километров, 4,967 и 5,6 на Соломоновых островах, глубина 91 километр, а вот у Новой Зеландии здесь опять полный набор всех глубин, мы видим, ну и вот в проекции Таупа, здесь 3,3 на глубине 199 километров, а у Кермандека здесь 433 километра, глубина 425 километров, троечки, и на Южном острове Новой Зеландии здесь тоже есть активность, представлена в виде троечек неглубоких и средней глубины. Так, давайте вот смотреть в Арабском море, в разломе Оуэна, 4,5 на глубине 10 километров у нас наблюдается, но это все вот вокруг да около Красного моря, я вот ожидаю, что в районе Красного моря там будет что-то происходить. Соединенные Штаты Америки 4,0, Аляска 77 километров, 4,6, 139 километров, ну в целом обычная сейсмичность, то же самое здесь в проекции Килавы, 3,1 на глубине 33 километра, там множество троек, к Вайдаху у нас серии из двоечек, да, все к Иллустону сюда, к Вайомингу, Калифорния немножко даже притихла, на западе Техаса сохраняется та же самая активность, а вот редкая в Арканзасе 2,1 на глубине 10 километров. Но это все вокруг вот этого, где встречаются Миссури, Кентукки, Арканзас и Тенниси, вот эта вот опасная зона, в которой может быть крупные землетрясения. Смотрим Мексику, ну на северо-западе здесь не стихает, примерно одинаковая, ну классическая вот здесь вдоль Тихого океана, распределение по глубинам, и магнитуды в основном четверки и тройки, то есть обычная такая картина, характерная для Латинской Америки. Ну вот высокая активность вокруг Пуэрто-Рико, меньшая активность у Гаити и Доминиканской республики, где представлено по одной троечке. Это вот здесь вот 4,7 на глубине 10 километров, где произошла там шестерочка крупная, оба Камаранги 5,3 на глубине 166 километров, вот к северу от Меделина 4,3 на глубине 67 километров, неглубокая в Эквадоре 3,9 на глубине 5 километров, север Перу 4,1 тоже на глубине 5 километров, но в Центральном Перу здесь 145 километров пятерочка, и 4,2 на глубине 153 километра. На шельфе вот здесь 4,5 27 километров, 4,0 36 километров. Такое ощущение, что отсюда с севера на юг идет энергия потихонечку. 4,8 на глубине 10 километров, 3,8 7 километров, это Южная Перу 3,6-17 километров. Чили, Аргентина вроде бы как обычная ситуация, при Медеофагасте 4,6 на глубине 36 километров, а в Центральном Чили, Аргентине тоже все обычно. На юге вот здесь вот приходит от океана 5,3 на глубине 15 километров и 4,8 на глубине 10 километров. Так, ну вот сэндвичи сначала давайте посмотрим. 5,5 на глубине 53 километра и вот у Антарктиды 5,0 на глубине 10 километров. В самой Антарктиде, естественно, ничего нет. Давайте теперь, как обычно, посмотрим другие базы данных. Что здесь интересно? Швейцария. Вот в этом Паринтруе, смотрите, 2,1 магнитуда. То есть, во-первых, не прекращается там серия, во-вторых, там еще и магнитуды такие более-менее серьезные происходят. Вот так же вот Шамани вот здесь, это у Манблана можно увидеть. Ну, в целом, никаких больше таких необычных землетрясений не видно. А это монитор землетрясений. Здесь можно увидеть необычные. Вот 63 километра от Вены, 2,9 на глубине 2 километра. Давайте, у Свальборда, это, видать, позавчера была серия. В Иране, вот здесь вот вулкан, 302,00, 4,1 на глубине 2 километра. Тоже Махачкалы почему-то нет. Так, вот здесь разлом Оуда, здесь не связывают ни с каким вулканом. Это Афганистан, 4,7 на глубине 55 километров. Восток Индии, 4,8, 10 километров. 4,5 на глубине 10 километров. Населенный пункт Тхимпху. Монголия, 3,9 на глубине 10 километров. 3,6 без указания глубины. Кемеровская область, 3,4 на глубине 5 километров. Новосибирская область, 3,3 на глубине 5 километров. Недалеко от Бердска. И в Кемеровской области, 2,5 на глубине 10 километров. Это населенный пункт Прокопьевск. Давайте посмотрим Сахалин. Здесь 4,6 на глубине 10 километров. Населенный пункт Оха. 3,9 на глубине 10 километров. Жупановский вулкан. Но это с Петропавловским, Камчатским связали. Так, вот в Андаманское море. Здесь 4,5 на глубине 10 километров. И вулкан здесь Наркондум. Что-то не помню такого вулкана. Наркондум. Прям какой-то наркошер. Так, Папуа не связаны с каким вулканом. Вануата 5,2, 53 километра. Новой Зеландии. Супер вулкан Таупа. Все связки, привязки. Давайте посмотрим Мельбурн. 28 километров от Мельбурна. Магнитуда 3,6. Но в центре Австралии здесь на глубине 10 километров. Так, ну здесь мы вроде бы все посмотрели. В Америке, что нас может заинтересовать. Ноутбука Моранга здесь 5,3. А вот Перу не связывает ни с какими вулканами, ничего. Обычное такое распределение землетрясений. Ну что, на этом все. С вами был Алекс Конобери-Лабжи. Отличного упражнения. Продолжение следует...